Дочь известного барда Александра Галича, заслуженной артисткой России, Алена Галич, и в юности, и в зрелые годы была настоящей красоткой. А вот какой она стала в свои 65 лет после того, как сделала круговую подтяжку лица. Выписали с вывернутой губой, и с жуткой грушей, и с неподвижным ртом, и с его держать рукой, вообще ничего не могу говорить. Вот так. Добрый вечер. Скажите, почему вы решились на такую операцию, как круговая подтяжка лица? Андрей, когда актеру предлагают работу, и говорят, что нужно чуть-чуть подправить лицо, то он идет на круговую операцию. Я хочу сказать, часто задается вопрос, извините, я плохо говорю. Я понимаю. Часто задается вопрос, почему вы это сделали? Я отвечу словами. Была такая пьеса у Розинского, и Геоцинцева играла замечательную роль актрисы. И вот она отвечает внучке. Я всегда буду ходить на высоких каблуках, я никогда не буду носить очки, и всегда буду красить волосы. Потому что я актриса. Я не ожидала, что будет так. При том, что я должна сказать, это клиника, не клиника, это ООО, общество с ограниченной ответственностью. О чем я не знала. Не делает анализ, делает анализ крови и электрокардиограмму. На третий день, когда они увидели, что у меня что-то не так, они сказали, что у меня микроинсульт, и выпроводили из клиники. Когда задавали им врачи вопрос, если у человека микроинсульт, что же у него вызвали скорую помощь. Они сказали, а мы считали, что это и так обойдется. При этом они, когда я начала... Они не вызывали скорую помощь? Нет, они не вызывали скорую помощь. Они это уже сказали, когда я к ним обратилась, уже приехала и сказала, что... Они сказали, чтобы я обратилась к кардиофирургу, невропатологу, который в один голос сказал, нет, это не наша больная, это, вероятно, перерезан нерв. Но вот такой результат, сейчас мы видим эти фотографии, это все-таки было два года назад, это была операция. Нет, после этого мне пришлось обращаться еще к врачу, после этого меня отправили, забрали в первую городскую клинику. Я прошла 4 клиники, в которой обнаружены перерезанные нервы. Я не старая бабка, как говорит это замдиректора. Он это говорит, потому что они скрывают смертельные случаи, которые были у них в клинике. Но такое количество известных, известных женщин, которые, скажем так, рекламируют эту клинику, были, там мы видим сейчас сайт, да, Наталья Варлей, Татьяна Веденеева, Лариса Голубкина, Валерия, Лена Малышева, а? Половины из них там не было. А, то есть они используют просто эти громкие имена для того, чтобы привлечь клиента. Ну, в лесу клиники была Таня Веденеева, которая чуть-чуть подправляли ушкой. Ну, они, конечно, используют по полной, и Майю Плесецкую. Ну, конечно, конечно. Все, все, все. Майю Плесецкую делала в Аргентине или в Бразилии, я не помню по-тежке. Нет, она здесь не была. Но эти врачи, они так за все эти годы не были ни разу? Они на 5 или 6 день ко мне приехал врач, который делал операцию. Он отвез мне в клинику при Бурденко. Вот он. Да, да, я его вижу. Это была не Бурденко, это была клиника такая же, как их. Такая левая клиника, где мне предписали 15 таблеток в день по 5 миллиграмм пленезалона. На третий день меня забрали со сравнением болезни. У нас есть видео. Год спустя вы после операции делаете видеообращение. Давайте посмотрим. Я пришла туда, у меня смотрели и сказали, если вы хотите сделать действительно хорошую операцию, то нужно делать смаз или смаз лифтинг. Вот тогда вы будете вообще замечать. Вы хорошо выиграете, вот тогда вы будете выиграть вообще лет на 20 лет еще уже. Хотя мне и так давали, не больше 40. Вы писали с вывернутой губой, вот с этой стороны, и с жуткой грушей, и с неподвижным ртом. Это еще сейчас, после какого-то времени, после лечения в Первой Градской, я стала вот так говорить. Если у него держать в руку, я вообще ничего не могу говорить. Вот так. И только благодаря Светину Михайловну Шургая, которая сделала мне операцию, я начала говорить. Потому что это единственный специалист, который сшивает нервы. Не только в России. А эта клиника, которая вас изуродовала, она реагировала как-то на ваши жалобы? Как-то материально вам помогли? Я сначала говорила, что она оплатит две операции. То есть она вернет деньги за первую операцию и оплатит вторую. На вторую операцию мы с Светиной Михайловной их ждали. Пришлось заставать деньги срочным порядком и оплачивать. Вторую операцию их не было. И вы даже продавали некоторые вещи отца, чтобы как-то свести с консультацией. Я не вещь отца, я продавала книги, которые тоже дорого стоят. Вещи я бы никогда не посмела тронуть, ни архив, ничего. Но дело в том, что когда Светина Михайловна сделала, то она нашла перезанные нервы, нашла остатки бинтов, которые грозили заражением. И она все это описала. А до этого они обещали, что они все оплатят. И ту операцию, и другую. Я обратилась, как раз Светина Михайловна посоветовала. Мне вызвало общество защиты пациентов. И когда мы познакомились, он мне сказал, Алена, они врут, нужно подавать в суд, ничего не будет. Вы подали в суд? Мы подали через год, потому что я ждала, что они действительно все-таки честные люди оплатят. Но они оказались не только нечестными людьми, они начали звонить и угрожать мне по телефону. Исправить это уродство Алена Александровна обратилась в другую клинику. И врач, которая делала повторную операцию Алене Александровне, Светина Михайловна Шургая, присоединилась к нам во время рекламы. Добрый вечер. Вот вы пластический хирург. Вы сами прибегали к пластической хирургии? Или все, кто занимается пластической хирургией, держатся этого подальше? Нет, нет, прибегали, конечно. Прибегали? Да. Понятно. В каком состоянии к вам пришла Алена Александровна? В ужасном состоянии. Она ко мне пришла. Я пришла к ней. Скорее всего, я находилась в Чикаго. Позвонил мужчина ночью, 3 часа ночи. Позвонили мне и сообщили, что известную актрису, народную актрису России, Алена Галич, оперировали. И после операции у нее паралич, и она лежит в плохом состоянии, Первой городской. Я приехала к ней сама, потому что она там лежала. Мы определили, что там не было никакого инсульта. Посмотрели историю, обследовали до операции объективными методами. Потом взяли на повторную операцию, которая показала, что у нее был поврежден нерв на уровне бифуркации. Была проведена операция восстановления целостности нерва, но это тоже не все. Это вот, видите, фрагменты операции. Это не все. У нее были такие ушки, форма ушей, которые она тоже не могла продолжить дальше. Свою театральную деятельность. Смитология не так просто. Это ее взяли, пришили просто. Это после операции. Потому что мочки уха, они были совершенно прямые. Это называется, мопушки эльфа. Но тот врач, который делал до вас, какую ошибку он совершил? То есть там была ошибка? На ошибку имеют право все врачи, и президенты, и летчики, как говорят. Это просто не знание вопроса. Ну вот есть... Очень важный момент. Среди медиков очень такая сильна борьба за честь мундира. Никогда медики... Вот здесь такая пауза была. Была ли это ошибка? И вы постеснялись как-то обвинить своих коллег. Нет, на самом деле... Никогда, никогда не добьешься заключения медэкспертизы, которая подтверждала ваше правило. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!